Всем привет! В сегодняшней нашей программе Сделай сам Такая вот интересная рама Фирмы Baltic Wireice Первый раз вижу такую раму Но сделана она достаточно качественно и хорошо Цвет у неё такой приятный Синий даже больше Смесь синего с фиолетовым Как видим здесь очень похожие узлы Как на Кальнаги фирмы Чинели Очень красивая Переливающаяся голограмма на рулевом стакане Такая же надпись есть на нижней трубе Здесь имеется на верхней трубе трибон Тоже в стиле Кальнага С такими вот прорезями Так Мостик аккуратненький Такие вот дропауты С регулировкой Натяжения И сушком Для багажника Либо крыльев Завод Baltic Wireice Хорошо известен ещё с советских времён Добрыми велосипедами для подростков Типа Орлёнок Был основан он в 1948 году И назывался он тогда Шуляйский велосипедно-моторный завод Wireice За первые 30 лет своего существования Wireice выпустил более 7,5 миллионов велосипедов Уже позднее завод приобрёл новое название Baltic Wireice А после распада СССР в 1992-1994 году владельцем немецкого концерта Panther Был куплен контрольный пакет А затем и большая часть акций предприятия Так завод обрёл новых хозяев Которые с типичным немецким педантизмом и скрупулёзностью начали реконструкцию предприятия Кстати, насчёт марки Panther Здесь у неё на трубе подсидельной Есть как раз такая наклеечка Пантерки Что говорит нам о том, что эта рама сделана именно после того, как завод выкупили немцы Ну и, соответственно, как вы знаете, немцы действительно очень педантичны Ко всему относятся И я не могу сказать, что рама сделана плохо Она сделана просто супер и отлично Но достаточно тяжёлая Видимо, трубы такие использовались Собственные марки или производства Потому что никаких логотипов насчёт Коламбуса или Рейнольдса здесь нет Итак, что же мы будем здесь ремонтировать Итак, кузлы здесь штампованные Частой проблемой у их владельцев становится подсидельный зажим Так как некоторые люди засовывают туда более большие болты И очень сильно стягиваются Соответственно, здесь отверстия просто разбомбили И также видно, что подсидельный узел слишком перетянут Как же мы будем ремонтировать? Для этого нам понадобится часть трубочки Ну и подсидельный болтик для примера Ну и для начала необходимо Вот этот вот подсидельный зажим Распрямить Потому что сейчас он явно видно, что пережат Отверстия под подсидельный зажим я расширил Теперь берём нашу трубочку-заготовочку И отвязаем в размер 24 мм Так, трубочку я отрезал Сюда как раз прекрасно оставляется болтик Ровно 8 мм Теперь мы должны вставить Предварительно рассверлив Куда нашу трубочку И запаяем Наша трубочка имеет Внешний диаметр 10 мм Поэтому сейчас таким же сверлом Рассверлим здесь ушко Так, отверстия видели, я рассверлил Теперь попробуем снять нашу втулочку Она туда очень плотно заходит Вот Теперь нам осталось пропаять Вот это вот я сейчас всё пропаяю Ну и посредине сделаю разрез Зачищу и рама будет готова Наносим флюс Обильно Нанёс флюс Такой ремонт достаточно частый Он даже видел некоторую Одну иллюстрацию в одной книге По фреймбилдингу Где с самого начала Впаивают такую втулочку За место оригинального Подсидела Также рассверливают Вставляют трубочку И запаивают Потому что такие узлы Склонны к смятию Из-за нерадивых Обладателей велосипедов Потому что всё необходимо Затягивать в меру И пережимать не стоит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так пока получилось после пайки Немного очистил от флюса Теперь разрежу отверстие И чуть-чуть отшлифую Субтитры сделал DimaTorzok На этом ремонт подсидельного зажима закончен Трубочка впаяна Трубочка впаяна Вот Необходимого диаметра Также я здесь Над филем сделал Прорезь Для того, чтобы Вставлялся Ответная часть болтика Тут как раз Есть вот такой базик И вставляем Закручиваем болтик Все будет прекрасно зажиматься Еще проездит не один десяток лет Если, конечно, не усердствовать в пережиме Ну, как решить эту проблему Вы уже все знаете Также здесь был Выступ от Подсидельной трубы Я его сточил Чтобы пробненько был Под узел Это Такое маленькое Но улучшение Которое придает Как-то деталь Такая вот деталька Которая улучшает В общем, вид велосипеда И рамы в целом Подписывайтесь на мою группу HVZCORCH А также LOWPRO Вконтакте Не пропускайте Следующих видосов Надеюсь Что-то будет Еще для вас интересного